Депрессия Это началось неожиданно. Моя депрессия вдруг стала уходить. Что бы я ни делал, я чувствовал оптимизм, я наслаждался тем, что любил. Это было ужасно. В смысле для моей карьеры. Для музыканта депрессия и тревога являются частью креативного процесса. Я обнаружил у себя хроническое счастье и удовлетворение. Я знал, что должен был что-то сделать. Все падает, как игрушка-пружинка. А я всегда буду то печенька. Я клянусь, клянусь на мизинца. Че у меня рэп такой вялый, мужик? Мне был нужен страхозол. Страхозол это первый лекарственный депрессант для музыкантов. Созданный, чтобы вернуть вас обратно в темный мир страхов, чтобы создавать музыку, которую уважают. Конечно, теперь у меня жуткий страх, что меня никто не любит, я бесполезен и я умру в одиночестве. Но моя музыка великолепна, вот что важно. Используя формулу плохих наркотиков, продаваемых с сомнительными типами со страшными рожами, страхозол работает, блокирует допаминовые рецепторы и поддерживая вашу депрессию в обилии, прям как вы любите. Я беспокоился, что мое обретенное счастье никогда не закончится. Но теперь всего одна таблетка, и я игнорирую все, кого люблю. И пишу рэп о том, какой я неуверенный. Страхозол действует лучше с алкоголем и поиском своего имени в гугле. Побочные эффекты выключают внезапные нарциссические иллюзии, сменяющиеся волнами неуверенности в себе. Мне пофигу, умру я или буду жить. Все, что важно, это влиять на людей своей музыкой. Прыгай в мой бассейн отчаяния! Как звучит? Йо, Мак, это больное дерьмо. Этот альбом будет охеренным. При частном использовании, Страхозол может вызывать радость и успехов ваших грустных треков. В этом случае посмотрите на свои детские фотографии и осознайте, что потеряли настоящее счастье. Страхозол. Потому что грустная музыка — лучшая музыка. У меня страх, что я бесполез... Блять! Твою мать, Майкл! Ты даже прочитать не можешь! Текст нормально! Ты кусок говна! Боже! Блять!